Доброе утро! Многие могли заметить некоторые противоречия между названием секции и ее описанием. Займу буквально несколько минут на то, чтобы рассказать о чем же она, собственно. В широком смысле наша секция посвящена тому, что проведение поля так или иначе влияет либо на само поле, либо на отдельных респондентов, с которыми мы общаемся. Это может проходить в разной мере, слабый или сильный. Это может проходить на разных временных периодах проведения исследования. Как во время самого исследования. И в качестве примеров, в практике сначала надо пояснить, что мое поле специфическое – это в основном чиновники. То есть 80-85% всех моих респондентов – это чиновники и в основном муниципального уровня. Но, наверное, многие из вас замечали, что уже во время самого разговора с респондентом, после того, как вы задаете вопросы, очень часто респондент задумывается, смотрит на вас подозрительно и говорит, слушайте, об этом надо подумать, это надо записать. Вот у меня конкретно в практике это выражается в то, что чиновники ставят блокнот, записывают, говорят, да, я с вами скажу это просчитать. Или, ага, вы правы, мы должны это сделать, это будет эффективно. То есть вы уже вносите, соответственно, какую-то корректировку. Дальше, конечно, частично мои исследования, да, мои разговоры с респондентами, они влияют и через то, что интервью иногда перерастают в консалтинг. То есть у меня начинают спрашивать, да, скажите, а вот в других регионах, а вот как там риск у вас, ну, как там я формами имущества оформляю? Я говорю, что смотрите, посмотрите вот это постановление правительства, поскольку это сильно упрощает процедуру и так далее. То есть мы уже перерастаем в какое-то не совсем, это не совсем становится интервью, это скорее действительно консультация. И я это всячески приветствую, поскольку это, с одной стороны, располагает респондента, у нас становится более содержательным обсуждение. А с другой стороны, я понимаю, что все-таки уже в этот момент, да, я приношу какую-то пользу условно, когда облегчаю жизнь там в конкретном муниципальном районе. Иногда это бывают интересные ситуации, вот в частности, на моем проекте по качеству специалистических данных было много поселений, которые судились с Росстатом, потому что им неправильно посчитали численность населения, а у них от этого зависит, соответственно, трансферность регионального уровня, их объем. И, соответственно, тоже уже приходилось консультировать, я говорила, нет, не зря вы обращаетесь в арбитражный суд, у вас не экономическое дело, лучше идите в суд и общие юрисдикции, он вам скорее вынесет начать решение. Это может, соответственно, влияние на ваше поле может проходить и в длительной временной перспективе, уже после того, как вы презентовали исследование, даже если вы думали, что оно, в общем-то, академическое, если у вас не было конкретного заказчика. Вот по тому же неоформленному имуществу, я помню, как в 2017 году после одного моего круглого стола, там почему-то больше всего из всех тем прозвучала тема неоформленных кладбищ, и вот на следующий день мне поступает звонок, так скажем, от одного контрольного управления, где меня очень вежливо просят уточнить статистические данные и уточнить, собственно, методологию, конкретные методики, там, гайд разговоров с сореспондентами и так далее. То есть я уже на некоторое время не стала неуютна от того, что меня поставили на карандаш, конечно, да, но я понимаю, что даже если эти результаты не учитываются, по крайней мере, они принимаются во внимание, соответственно, не так уж я и не отношусь, так скажем, к влиянию на публичную повестку, и нельзя в полной мере считать эти результаты, в общем-то, да, чисто академическими, они становятся хоть немного прикладными. И, соответственно, в широком смысле мы с вами будем разговаривать сегодня об этом, как на разных этапах проведения исследования вы можете влиять либо на жизнь, соответственно, отдельных респондентов, как после проведения вашего исследования результаты, соответственно, влияют на ваше поле. И первый доклад у нас сегодня посвящен роли опросов формирования страхов технологической безработицы. Виктор, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вот данная тема – это, скорее, еще один вариант, как может социальное исследование оказывать влияние на целое общество. Мне кажется, это вот один из самых необычных случаев за последние, может быть, 10 лет, когда исследование, которое было… Это не мое собственное исследование, я просто некоторые доклады именно про чужое исследование расскажу, про то, как исследование, которое было неосознанно как социологическое, скорее, как экономическое, было тем не менее, хотя внутри него сидели опросы, вызвало довольно значительные страхи. Технологическая безработица, в общем, подняла всю эту тему. Ну, во-первых, что такое технологическая безработица? В общем, само по себе понятие, что такое технологическая безработица появилась в 1930 году, его придумал Джон Кейнс. Он написал в своем эссе, что мы страдаем от новой болезни, о которой некоторые читатели, возможно, еще не слышали название, но о которой они услышат очень много в ближайшие годы, именно технологической безработицы. Это означает безработицу и же нашего открытия средств экономии использования труда, и приезжающих темпы, с которыми мы можем найти применение для труда. То есть, условно, что технологический прогресс приведет к тому, что многие труды для многих профессий окажутся абсолютно ненужным, что они исчезнут, и большинство человечества, если вообще все будет, в конце концов, безработным, это можно рассматривать и как некоторую надежду человеческую, как ее угрозу. Страхи перед безработием, такой технологической безработицы, это не новы, они появились еще в начале 19 века, это вот лудиты, вот, соответственно, в середине 20-го это повторилось вновь. Повторяются они и сейчас, и что, в общем, ничего не удивительного, нет, напыстим. Вот этот пассаж, который я привел, я его даже не переводил. Этот пассаж я его оставил специально, перевел Яндекс.Переводчиком, и оставил именно так, как есть, не изменив ни единственного слова. Как видите, абсолютно читаемый текст, ничего в нем поправить, в принципе, ну, редакторский можно, конечно, поправить, но, в принципе, абсолютно понятно. Это в настоящий момент вот эта тема технологической безработицы и вообще рынка труда будущего, она сейчас очень широко обсуждается, ее, про нее говорят и предприниматели, известные различные публичные интеллектуалы, просто ученые политики, допустим, вот Медведев, допустим, совсем недавно говорил про то, что нет, не будет никакой технологической безработицы, вместо этого мы будем понижать количество часов работы. Окей. Различные аналитические консалтинговые агентства приводят различные, пишут различные аналитические доклады по этой теме, также тема эта так или иначе возникает вот в ведущих вузах мира, и даже, казалось бы, абсолютно не экономические, не социологические исследовательские просто компании, то также посвящают этому какие-то либо курсы, либо что-то еще, то есть нас, IBM, Microsoft, то есть эта тема среди журналистов, она также сверхпопулярна, соответственно, вот постоянно можно ее найти. Вообще, почему сейчас мы видим вот это формирование таких страхов безработицы? Ну, в общем-то, все очевидно, что мы видим, что есть довольно много различных новых направлений развития, это вот различные развития навыков компьютерного зрения, то есть не просто понимание того, что на картинке происходит распознавание 3D-объектов на картинке, их классификация, что позволяет понимать как бы сенсорное, что разделяет их и видеть. Это, конечно, анализ больших данных, это вот машинное обучение, нейронные сети, интернет-вещи, много-много-много-много всего вот этого того, что вот в этих всех докладах как-то упоминается. Есть практические успехи, это тоже вот что постоянно вот в повестке дня возникает. Я вот специально привела именно то, что возникает именно в повестке дня, что вот у журналистов постоянно как-то, и просто вот мы как обыкновенные обыватели это видим. Это вот, ну, то, что вот компьютер выигрывает человека вот в интеллектуальных состязаниях, это в шахматах, в гоу, это в американском версии своей игры. Он буквально года 4 назад победил. Появляются бесплотные автомобили, вот не только уже в Калифорнии, но уже и Яндекс уже начинает развивать это. Появляются кассы самообслуживания различных фастфудов, продуктовых магазинов, появляются просто магазины, в которых вообще нету никаких продавцов. То есть ты просто приходишь туда, забираешь все товары, уходишь, и тебя списывает с карты это денег того, что ты забрал. То есть даже кассы нету как таковых, просто вот заходишь, уходишь. Технический перевод, распознавание речи, все это становится очень близким. На самом деле это, как таковой страх, как мне кажется, страхи не вызывает. Это было еще в 90-х, в 2000-х, в принципе, страхов это не вызывает. Пока не появляется осознание масштабов того, насколько это все широко, не появляются какие-то оценки цифр. И на самом деле вот исследование, которое было посвящено количественным оценкам, это исследование 2013 года, которое сделал Карл Бенедикт и Майкл Осборн, и называлось оно «Будущее занятости». Насколько подвержены рабочие места компьютеризации? И они писали, что, согласен нашим оценкам, около 47% рабочих мест США имеют высокие риски компьютеризации. Мы считаем, что эти рабочие места находятся под угрозой, то есть могут быть автоматизированы относительно быстро. Возможно, в течение следующих 10-20 лет. И вот именно это исследование, я вот прям специально смотрел, что было до этого, что было после, именно вот после этого исследования начался вал того, что вот, ах, нас заменят роботы, ах, вот это все произойдет уже очень скоро, давайте уже начали проводиться какие-то уже дальше там опросы про то, насколько же мы боимся, и кто-то действительно отвечает, да, вот мы боимся того, что нас когда-нибудь заменят роботы. При этом мало кто начал, на самом деле, смотрел, что было в этом исследовании. Исследование было скорее, оно было, то есть писали его экономисты, по большей части экономисты, вот футурологи, то есть там был определенный математический аппарат, но все равно внутри него, как мне кажется, сидит именно опрос. То есть какая методология была у этого исследования? Ну, давайте так, сам общий смысл, что они могли сделать? То, что они там описывали, что они могли сделать, но то, что они не стали все-таки делать. Самое простое, взять классификатор профессий, который есть в Соединенных Штатах Америки, там где-то 702 профессии, и просто вручную определить, вот эта профессия будет автоматизироваться, это нет. Ну, понятно, что это очень субъективно, они говорят, это очень субъективно, мы это делать не будем. Вместо этого мы соберем, во-первых, выделим из 700 только 70 случайных профессий, во-вторых, соберем группу участников семинаров факультета инженерных наук, и вместе с ними оценим эти риски полной автоматизации. Для этого мы просто всем раздадим вот этот список профессий, в котором будет написано, какие там задачи выполняются в каждой профессии, и каждый будет задаваться вопрос. Могут ли задачи этой работы быть в достаточной степени специфицированы, чтобы при условии наличия необходимого объема больших данных, их могло бы выполнять современное компьютерное оборудование? Ну, собственно, что это, если не опрос? Они это нигде не упоминают, что это опрос, но на самом деле, а что это еще? Просто они не стали это делать субъективно, считая, что это субъективно, если они делают одни, а они, соответственно, а если их много, то, может быть, это уже считают, они считают это более объективным. Вот, да, но это было еще не все. Во-вторых, не менее важно, что они сделали, они все-таки, смотрите, они взяли 70 профессий, и потом распределили вот эти вот полученные вероятность автоматизации для 70 из них на 632 оставшиеся профессии. То есть сделали это они с помощью определенной математической процедуры, я сейчас не буду останавливаться, как именно они это сделали, скажу следующее, они для этого также использовали другой опрос. То есть они предположили, они говорят следующее, что есть определенные узкие места в профессиях, которые мы не сможем в ближайшее время автоматизировать. Это то, что они называют, задачи такие, это вот то, что они называют восприятием и ловкостью, креативностью и социальным интеллектом. Соответственно, они вот в базе классификатора профессий, это на самом деле не просто вот классификатор, там же по каждой профессии, а также определяется требование к этой профессии, насколько те или иные навыки в ней нужны и насколько, в какой степени они нужны, эти профессии. Соответственно, что они сделали? Они из этой базы вытащили несколько, в данном случае, 9 показателей. Это вот к первому восприятию ловкости они выделили показатели, насколько в профессии данные нужна ловкость пальцев, общая ловкость, работа в тесных и неудобных условиях. Потом они, потом также оригинальность, насколько требуется вот оригинальность мышления в этой профессии, знания, теории, техники и так далее, и так далее. На самом деле, хоть эта база, в общем-то, считается довольно качественной, но у меня к ней очень много вопросов также. Потому что, допустим, смотрите, вот к вопросу про общую ловкость, где у человека спрашивают, насколько нужна общая ловкость. Низкий уровень считается, ну там такие примеры приводятся, низкий уровень общей ловкости, вкрутить лампочку. А средний уровень – это быстро упаковать апперсины в корзину. Ну, про верхний я говорю, да, это выполнить операцию на открытом сердце с помощью хирургических инструментов, тут понятно. А почему быстро упаковать апперсины в корзину считается сложнее, чем вкрутить лампочку, ну, не знаю. То же самое, в принципе, со всеми социальными показателями. Потому что, с одной стороны, вот, допустим, низкий и средний уровень, это вот средний уровень, допустим, это понимать, как повышение одного из сотрудников повлияет на всю рабочую группу, как они к этому отнесутся. А высокий уровень – это вообще, что ты можешь консультировать депрессивных пациентов в периоды кризиса. Но последний – это, скорее, вообще профессия такая. То есть, этому надо учиться, это как-то вот не просто некоторый навык. То есть, если человек, который консультирует депрессивный период пациентов, абсолютно не уверен, что он также будет понимать, какое будет в коллективе внимание. То есть, он абсолютно не означает, что он должен понимать, как повышение одного из сотрудников повлияет на всю рабочую группу. То есть, это вообще… Не уверен, что можно как-то ранжировать так. Они, тем не менее, как-то это ранжируют в своей базе, а из этой базы берут вот этот Карл Осборн и получают, в принципе… Они получают вот эти цифры 47%. То есть, на самом деле, как мне кажется и как кажется многим дальнейшим исследованиям, что эта, в общем, цифра абсолютно нереальна. И, в принципе, действительно после этого… Во-первых, первое, что произошло, это то, что появился вал новых исследований по этой теме. То есть, уже и по России появилось исследование, что 29% у нас рабочих мест. И то, что появится во всех… И по Германии, и по Англии, и так далее, и так далее. Ну и критика этого исследования, если кратко совсем, это то, что… Ну, как я сказал, оценки экспертов субъективные. Они в данном случае, по сравнению, ни о чем не говорят. То, что сами по себе компьютеризируются не профессии, а отдельные задачи внутри профессии. То есть, это не означает, что если часть задач действительно компьютеризируется, что это означает, что уйдет в себя профессия. То, что риски компьютеризации не равны фактической замене работников роботами, потому что это дорого. Это должно быть, это будет сделано только если это будет действительно выгодно заменить. И последнее, то, что технологические инновации, в общем, создают спрос на новые навыки, новые профессии, новые задачи. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, ваши вопросы? Думаю, без них не обязательно. Может, не слышат. Нет вопрос? Да, пожалуйста. Нет? Мы интересны, как люди оценивали, как они вообще понимали, что нужно в этой профессии. Потому что если взять российские списки в профессии, и выбрать оттуда случайно какое-то количество, потому что, думаю, в половине никто и нас вообще не знает, что там нужно делать. Не всегда ясно, что здесь нужно делать в этой профессии. Смотрите, там, где акторы вместе с участниками семинара определяли вот эти риски автоматизации, то есть будет автоматизироваться, не будет, они просто вот там вот в этой базе классификаторе есть прям вот список задач. Делаться будет в рамках этой профессии. Мы делаем то, вот пункт первой задачи, вот такой задачи, вот такая задача, вот такая задача. Все, вот там это, как единственное, не определяли. Когда задавались вопросы именно, второй вот этот опрос, опрос уже официальный, это вот то, что делалось в классификаторе ОМНЕТ, там уже спрашивают конкретно самих рабочих, насколько, ну, то есть вот работников. Вот хирургов спрашивают, вот у вас, насколько вам нужна ловкость, а на сколько, какая качество ловкости, требования к ловкости вам нужны, вот, и так далее, и так далее. То есть там уже спрашивают конкретно занятых именно на этих рабочих местах. А там не рассматривалось, что тут в стиле того, знаете, машинистки, например, не были автоматизированы, они исчезли по некоторым любимым причинам. То есть хирург может быть не автоматизирован, но, скажем так, возникнут новые способы лечения, которые добавят необходимости хирургического вмешательства. Там ничего подобного не рассматривают. Нет, там ничего такого не рассматривают. То есть именно у вас губа замена человека и его награды на организацию. Именно, да. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Добрый день, доброе утро. Меня зовут Мулей Фигур. Я работаю научным сотрудником в Институте экономики транспорта и транспортной политики в Московской вышке. Расскажу сегодня про полевую перспективу транспортных исследований. Тем не заботят некоторое время уже. В учебнике Геона Семеновича Батыгина, который вышел в 92-м, то в 94-м году, где-то в начале 90-х, есть такие в разделе по постановке проблем в исследованиях, есть такие строчки, что проблема возникает, когда вы чувствуете какую-то неустроенность. Вот у вас есть какой-то опыт, вы там перелопатили определенный объем литературы, чувствуете какую-то неустроенность, и следующий шаг – это постановка проблемы. Сейчас я нахожусь в таком месте, что ли, когда я чувствую некоторую неустроенность, но мне нужно делать еще один шаг, чтобы поставить эту проблему, и я хотел бы с вами это сегодня обсудить. То есть я сделаю какую-то общую вводную, но не буду делать последний шаг, что ли, в сторону того, чтобы можно было разворачивать уже какую-то исследовательскую программу, что ли. Другой стороной этого вопроса является то, что когда я рассказывал своим коллегам в институте, ровесникам, что я собираюсь ехать на форум полевых интервьюеров, они спросили, с какой темы, я говорю, ну вот про полевую перспективу транспортных исследований, они говорят, что ты про трактора рассказывать будешь, поэтому мне как бы очень важно было получить от вас сегодня какую-то реакцию на то, что я вам буду рассказывать. Собственно, наш институт занимается разными прикладными и не очень прикладными задачами, и одной из последних была такая идея от Департамента транспорта Москвы, что они вкладывают какие-то довольно крупные деньги в развитие транспортной инфраструктуры и в течение какого-то времени, ну, с 2012 года активно столетиями заниматься, и им стало интересно, какое же влияние оказала их идея по развитию вот этой инфраструктуры на здоровье населения. Задачка несколько нетривиальная на первый взгляд, но в целом тот количественный аппарат, который принят в транспортных исследованиях, позволяет, в общем, дать на него какой-то ответ. Для этого нужно набрать кучу разных материалов, которые бы характеризовали пробеги автомобилей, там, списочный пар, там, экологическую нагрузку, там, по видам двигателей, видам топлива, изучить расщепление по видам транспорта во время поездок по городу, население, там, в ежедневном режиме, дальности и так далее и тому подобное. Взять статистические ряды по заболеваниям за тот же период, как бы их сравнить, сделать, помнить модельку, и она покажет, что вот так и так вы привели такую-то работу, и вот вы там в этом году ввели МЦК, в этом году ввели платную парковку, у вас тут что-то поменялось, там, с опорно-двигательным аппаратом заболеваемости по опорно-двигательному аппарату, по ожирению, там, сократились травматизм, ВТП и так далее и тому подобное. Но если задуматься и попробовать на себя приложить вот этот вот вопрос, то есть вот прошло 5 лет, я живу в этом городе, как поменялось мое здоровье, как поменялись мои транспортные привычки, причем не, собственно, вообще департамент транспорта Москвы. Получается, как бы, что, наверное, количественный аппарат, который принят сегодня во всей этой истории, довольно тяжело схватывает то, что вообще он пытается изучить. И здесь возникает масса довольно простых примеров, скажем, тот же самый пробег личных автомобилей, то есть если там спросить у кого-нибудь какой у него пробег в среднем, как бы особо об этом никто не знает, это все узнается из запросов. Вопросы у нас по этому поводу проводятся нечасто, но в общем и целом принято считать, что средние пробеги автомобилистов в Москве, не в Москве, а вообще в стране, это где-то 20 тысяч в год. Но по личному опыту могу сказать, что, например, я как-то ехал под Ростовом, это 1200 км от Москвы, а вокруг меня ездили автомобили, которые обгонялись московскими номерами. В этом мае я был в Карелии, и тоже на парковке стоят в основном машины с московскими номерами. То есть получается, что львиная доля пробегов москвичей в основном, скорее всего, это межгород. Поездки дальнего следования. И получается, что когда мы эти цифры перекидываем на город, то получается уже сразу немножко искаженная картинка. Да, в таком духе. И если говорить, допустим, дальше о деконцептуризации, которая сложилась, связанная с тем, что нужно изучать транспортное поведение населения, и из него потом делать какие-то выводы, то оно, по сути, сформировалось в 30-е годы прошлого века. Есть такая замечательная книжка, которую я недавно нашел. Называется «Методология планирования внутрегородских перевозок». Сделана она исследователями из Института коммунальных проблем Ленинграда. И оказалось, что в 34-м году группа советских специалистов разработала консультальный аппарат, который через 40 лет стал применяться в Штатах, в Англии, во всех развитых странах, именно который покасался изучения транспортного поведения. Он заключается в том, что по анкете опрашивают дальность, время в пути, откуда-куда и способ передвижения на механическом транспорте, как принято было у ленинградцев, или на автомобиле и прочее. Я так понимаю, что международное сообщество особо не знакомо с достижениями советских специалистов, потому что книжка, наверное, не была переведена на английский язык. Но почему-то считается, что пионерами во всем этом деле были американцы, которые в 69-м году проявили это исследование транспортного поведения населения в масштабах всей страны, там, на выборке 68 тысяч человек. Ленинградцы, кстати, опросили 96 тысяч человек. Анализировали эти данные 5 лет, после этого быстренько сформировалась Международная ассоциация исследователей транспортного поведения, подход институализировался, начал тиражироваться и стал проводиться, в общем-то, по этой скальке во всех развитых странах и иногда даже копируются у нас. Собственно, когда мы делали похожий проект в 2014 году, мы, в общем, тоже довольно бездумно перетащили эту идею. Когда делали институт статологии РАН в рамках подготовки стратегии 2020, они сделали примерно то же самое, причем даже денег осталось съездить на международную конференцию вот этого самого сообщества в Чили. В общем, такая довольно интересная история, но, на мой взгляд, она хоть вводит немножко в другую сторону, как раз по таким причинам, что он не схватывает всего того, что, в общем-то, можно было бы изучать часть именно передвижения людей. Как бы в этом моя основная идея, что ли. И если взять, допустим, последнее исследование, в 2018 году вышла статья одного специалиста из Брусселя, который изучает, скажем так, повестку в отношении транспортных нововведений, собственно Бруссель выделяет три, скажем так, направления, ортодоксальные, вот это вот навязчивое в зубах устойчивое развитие и как бы прогрессисты. Вот если брать ортодоксальную концептуализацию, как раз о которой я упомянул, которой уже много десятилетий, то получается, что она завязана вокруг того, что человечество поведение, в общем-то, может быть каким-то образом управляемо. Как бы в этом заключается весь пафос того, что мы проводим какие-то меры, и у нас меняется, например, пробеги. Проводим какие-то меры, у нас сокращается время в пути. И как бы вокруг этого завязана вся индустрия строительная и нестроительная и так далее и тому подобное. Один из ярких примеров – это платная парковка. Как обычно описывают, зачем нам нужна платная парковка. Вот у нас есть кривая спрос-предложения. Мы увеличиваем стоимость поездки на автомобиле в ежедневном формате, то есть мы там делаем парковку по 400 рублей в день. Получается, что человеку ездить невыгодно, и поэтому кривая смещается, и тем самым у нас что-то меняется вообще в целом в транспортной ситуации. Но, как показывает опыт Москвы, до сих пор нет какой-то внятной аргументации на тему того, что тоже, собственно, изменилось. Потому что помимо того, что валивается куча денег в метрополитен, в дороги и так далее, московское правительство сделало мощный аналитический центр у себя, собирает множество разных данных и, в общем-то, занимается тем, что организовало такой монополийный вердикт. У каких-то сторонних организаций в Орде Нашей нет никакой возможности получить какие-то данные, провести какие-то самостоятельные исследования, сказать уж нет, это не так. Поэтому, в общем-то, а само московское правительство никаких отчетов на этот счет не публикует. Было единственное, промелькнуло что-то в прошлом году, когда Рэйва Неплеханова взяла неопубликованные данные от исследований, опять же, подотчетных организаций при правительстве Москвы и сказал, что нам теперь нужно сделать час парковки в центре, 380 рублей на основе этих данных. Хотя о чем там эти данные, совершенно непонятно в таком духе. И отчеты, которые есть сегодня в свободном доступе, это формат того, что у нас там увеличилась скорость движения маршрутного транспорта в виде автобусов, троллейбусов, троллейбусов на 13%, сократилась ДТП на 10%, ну как бы неясно, потому что когда парковку вводили, я помню эту историю в 19-м году, говорили о том, что если вот у нас теперь нет человека, который приезжает на машине в центре города, то у нас, следовательно, сократится нагрузка на очень дорожную сеть. Сейчас они ознакомились с работами одного радикального либерала из штатов по имени Дональд Шук, который говорил о том, что нам нужно обеспечить заполняемость 85%, и говорят теперь об этом. А что на самом деле произошло, никто не знает. Вот так вот. И другая история с общественным транспортом, когда вся суть нововведения заключается в том, что нам нужно сократить время в пути, и тем самым там ради того, чтобы 2-5 минут уменьшилось время в пути, там тратятся миллиарды на развитие, например, метрополитена и так далее и тому подобное. И получается, что, как называет это Александр Александрович Аузан, завкафедра МГУ, не завкафедра, а декан экономического факультета МГУ, называют это колейностью, то есть когда вся эта история попадает в колею, из которой очень сложно выбраться. И, на мой взгляд, поле в этом случае является как бы ответом, и оно ставит диагноз, поле не в сложившихся конспортальных рамках, оно ставит и диагноз, и в то же время пытается лечить всю эту историю, потому что, например, когда я делал исследование на малой авиации при поддержке фонда Хомоник, я столкнулся с тем, что что движет людей летать? У них есть какое-то ощущение, какое-то желание непреодолимое, у них нет никакой цели, кроме того, чтобы, собственно, летать. У них это невозможно каким-то образом управлять, это нельзя оценить в рамках каких-то финансовых показателей. То же самое может сказать про мотоциклистов, которые ездят просто так, то же самое может сказать про людей, которые просто выше на нос погуляют. В рамках сложившихся конспортного аппарата передвижение без цели никак нельзя изучить, никак нельзя схватить. Поэтому, в общем-то, моя идея в том, чтобы показать иллюзорность управляемости транспортного поведения людей и за счет каких-то полевых работ попытаться выйти на критику с эмпирическими аргументами и предложить возможную новую повестку в части концепта и каких-то, может быть, более демократических методов управления от того, что сложилось сейчас. Вот так. Большое спасибо. Коллеги, я думаю, мы даже в большей степени ждем предложения и комментарии, чем вопросы. Ну да. А можно как-то развить тему взаимосвязи транспортного поведения и изменения здоровья? Ну да, я долго думал в том, как же развить эту тему. Вы имеете в виду в рамках сложившихся концепта или в каком-то более радикальном ключе, что ли? Ну я думаю, что в более радикальном ключе. Ну, мне казалось, что это должна быть какая-то такая масштабная работа, связанная, во-первых, с собственной рефлексией на тему того, как менялось собственное здоровье, собственной транспортной привычки в течение последних пяти лет, и потом какое-то такое масштабное исследование, наверное, основанное на интервью, связанное вот именно с похожей концептуализацией. Мы сделали шаг вперед в этом направлении, когда у нас есть небольшой проект с Greenpeace, но там, правда, первый шаг – это провести интернет-опрос. У них есть база данных своих сторонников, и они хотят провести опрос на тему и выделить какие-то характерные группы, люди по их образу передвижения. Мы также сюда вшили этот дневник печальный, чтобы сделали кучу дополнительных вопросов в духе того, ходите ли вы в театр, как часто вы ездите, читаете ли вы книжки и прочее, чтобы как-то кластеризовать эту аудиторию, и потом с ними уже проводить какие-то губинные интервью или биографические интервью в таком духе. Возможно, вот в этом направлении можно попробовать. Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, Евгения. У меня есть вопрос. Как вы разделите регулярные мемы транспорта, которые, понятно, не обосредованы, и вряд ли каким-то образом профиксируются, если вы не велосипедисты. А вот и в целом с этого тренда на усиление тенденции ЗОЖ в современном культуре, даже молодой поколе не отказывается от урагинального образа жизни, или меньше, убивает, ходит, занимается спортом, волонтер, как-то, как-то, как-то. То есть, как бы вот этот фактор, особенно качественные исследования, как его схватит? Я думаю, это бесполезно делать, на самом деле. Это бесполезно делать и в качественной перспективе, и в количественной. Поэтому это просто вот... Я к тому, что современная концептуализация доходит до того, что пытается ставить такие вопросы. И она уверена, что она получит на это ответы. Вот в этом вся идея. И как бы она поворачивает всю эту историю, на ребро ставит. Поэтому, да, это сложно. Это просто какой-то жизненный путь, что ли, я не знаю. Потому что масса вообще сюжетов. Масса. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста. Да. Мне просто кажется, что вопрос о том, сколько конкретно отдельный человек выбирается с работы до дома, он, как вы говорите, он вряд ли полнует тех, кто занимается вопросами транспорта. Они скорее решают вопросы снижения экономических раздержек в целом или чего-то подобного. Потому что вряд ли они в конкретном случае думают о отдельном, единственном человеке. Они скорее думают о системе. А масса. А это прежде всего именно интересы производства, бизнеса и всего остального. Да. Соответственно, какая может быть здесь цель? Здесь дело не в том, чтобы отдельный человек. Отдельного человека там вообще нет. Там есть пассажиропотоки. Но пассажиропотоки? Все вот в массах, да. И у нас, если мы проводим опрос, спрашиваем за вчерашний день по дневнику передвижения, сколько там времени было потрачено, у нас есть среднее время, там, 47 минут в день тратиться на транспорт. Наша цель сделать 45, например. Если мы откроем стратегические документы, не только у нас, ну, у нас в меньшей степени существует по транспорту, по-моему, есть в Москве, у Питера есть, не знаю, есть ли, но у буржуев это принято. Да, я к тому вопросу спрашиваю, что, возможно, анализы общественного транспорта таких личных автомобилей, он не так интересен, как анализ грузоперевозок каких-либо таких вот транспорта специального, который, ну, непосредственно заняты с газом. С точки зрения чиновника это тоже важно. То есть там, как бы, когда идет разговор о мерах транспортной политики, как это принято называть, вот, скажем, в виде платной парковки или нового моста через Огненный, Сибирский, в таком духе, там как раз идет оперирование в терминных параметров в транспортной системе. То есть там обычно не говорят о том, что нам нужно. То есть по грузам это отдельная статья, а вот по человеческим передвижениям это вот в рамках вот этих вот концептов с дальностью, со временем. Экономер, конечно, тоже считает, но когда дело доходит до каких-нибудь финансовых отделов, там начинается уже другая немножко история. Сокращение. Самое главное, чтобы транспорта в нашей жизни было поменьше в этом, как бы, главной пакете. У нас и парень из транспорта. Вот то-то и оно. На мой взгляд, возникает какая-то очень просеверчивая история, потому что нам нужно и обеспечить, но в то же время минимизировать как можно больше. Это очень удобно на самом деле. Мы можем бесконечно тратить на это деньги. Копать метро, копать метро, копать метро. Все больше, больше, больше. Еще вопрос, да, Калинина? В связи с предыдущим, а при этом учитываете разные сюжеты для жителей центрального района или, например, с точки зрения нового в Москве жилета? Ну, в смысле, по этим параметрам? Да. Ну, считается в среднем по больницам. То есть у нас есть 47 минут там по Москве, 50 минут, 35, может быть, по Петербургу. В среднем и нормально. Кстати, ленинградцы делали отделение по району города. Сейчас это все зависит от задачи, которые формулируются чиновниками. То есть если хотят сделать по району города, сделают по району города. Не проблема. Большое спасибо, коллеги. Дальнейшие ответы у них по району стекулары. Добрый день, дорогие коллеги. Мы сегодня расскажем о том, как нас, антропологов, воспринимают в поле, а именно в малом городе. И наше исследование основано на полевых исследованиях, которые мы проводили в двух малых городах Волготской области в 17-18 году. Исследовали мы там, как устроен местный бессмертный полк и как устроена игра «Зарница». И на самом деле мы, конечно, не первые, кто задумывается о том, как вообще строятся взаимоотношения между антропологами и информантом. И наши коллеги-антропологи и фольклористы в общем уже довольно долго над этим размышляли. И в частности были замечены следующие вещи. То, что, например, информант часто не понимает цели исследователя или не может его правильно идентифицировать, то есть понять, кто он такой. И что касается ситуации фольклориста, который приезжает в деревню и собирает традиционную культуру, то есть там песни, обряды, причитания, праздники, то по отношению к такому фольклористу у информанта есть несколько моделей, которые ему понятны и в которые фигура собирателя вписывается. Например, студент, которого отправили на практику, участник фольклорного ансамбля, который собирает песни, там, скупщик старины, ну, или в плохом случае мошенник ворюга. Также было замечено, что антрополог находится в некоторой позиции власти и эта позиция описывается, например, Александром Панченко через метафору инквизитора. И Александр Панченко говорит о том, что полевая работа, она является таким насильственным присвоением имманентных смыслов изучаемой культуры. Но вся эта рефлексия, как я уже сказала, связана с ситуацией сбора традиционной культуры. Мы на самом деле оказались немножко в другой ситуации. Наше поле в этом смысле гораздо более чувствительное, потому что когда мы изучаем традиционную культуру, то мы и наши информанты, мы как бы друг другу параллельны, потому что ось координат знаток традиционной культуры и профан находится в несколько разных плоскостях. А когда мы изучаем государственные праздники, патриотические игры, то мы в глазах наших информантов и они становимся как бы элементами одной вертикали такой вертикали патриотического воспитания. Это происходит потому, что деятельность по организации государственных праздников и патриотических игр, она воспринимается как исходящая от властных структур, от государства. И хотим мы этого или нет, и хотим мы этого или нет, мы сразу же опознаемся как москвичи, нам для этого не нужно совершенно ничего говорить, в малом городе нас сразу видно, и информанты говорят, мы сразу видим, что вы из Москвы, можете нам об этом не рассказывать, поэтому хотим мы этого или нет, то информанты нас помещают на эту шкалу патриотического воспитания, и нам присылают какое-то место в этой вертикали власти. И исследователю приписываются три роли, и каждый из этих ролей ставит его в позицию власти по отношению к информантам, и влияет на поведение информанта, и на информацию, которую он выдает. И мы обозначили эти три роли как столичный корреспондент, консультант и ревизор. И первая из них это во всех трех случаях антрополог выступает роль зрителя, на которого важно провести какой-то эффект. И важно не допустить ошибки и представить себя в лучшем виде. Например, у меня был случай в городе Н, наблюдая бессмертный полк, я подошла к мальчику, спросила, кто у него на портрете, и тут подбежал у папы, и стал подсказывать, скажи, что про дедушка, скажи маме дедушка. Когда я спросила, а что ты про него знаешь, он сказал, вот вы лучше спросите у мамы, она вам больше расскажет, а потом подошла мама и сказала, что подними плакат повыше, там вниз, и принимай меня явно на столичном кориспоненте, который может его сфотографировать, и чтобы ее сынуля попал красиво в прессу. И столичный кориспонент, конечно, воспринимается как посредник между какой-то столичной властью и, собственно говоря, информантами. И кроме того, что они пытаются сказать о хорошем, они иногда могут и на проблемы какие-то жаловаться, то есть зачем вам это нужно, это в другом городе, тоже с изучением 9 мая, ну, статью напишем, правильно надо писать, чтобы все тут заметили, что у нас тут, какие у нас тут есть достоинства, недостатки, ну, недостатки в смысле не в смысле того, что мы плохие, а в смысле того, что там финансирование хватает или еще что-то, или, например, ориентируясь тоже там нам еще в станице Звет, когда мы там тоже говорим, с одной информанткой она сказала, что, ну, вот это, это вот я вам рассказываю, но это уж вы не публикуете там, а вот это публикуете. Ну, да, и, в общем, квинтэссенции вот это вот отношение к информанту, пардон, к забирателю как к посреднику являются такие случаи, когда просят передать письмо Путину или, например, письмо И она же нам сказала, тогда она догнала уже, что вот вы там в Москву поедете, вот я Малахова писала, он что-то мне не ответил, передайте там ему от меня. Следующая функция, следующая функция, которую обычно приписывают собиратели, это функция консультанта, то есть собиратель рассматривается как эксперт по организации патриотических игр и безмертных волков, поэтому, например, в станице В в Ростовской области, когда мы пришли на интервью местной директорисе в школу, они готовились, чтобы принять нас три дня, приготовили презентацию, а когда рассказали о том, как ходит безмертный полк, она подозвала нас в сторону и сказала, то есть, ну, будут ли вас какие-то, спросила, будут ли у вас какие-то рекомендации, вам все ли понравилось, как нам этого лучше. И следующая функция, как-то... Да, и наиболее частотная роль, которая приписывается собирателю в данной ситуации, это, мы называем ее ревизор, и функция ревизора, это проверять как бы происходящее на некоторое соответствие к канону. Так, например, однажды, когда мы разговаривали с организатором бессмертного полка, пришла вахтерша, внимательно смотрела некоторое время, а потом спросила, вы из какой-то патриотической организации? Ну, и, конечно, иногда бывает соблазн в такой ситуации сыграть в Христокова и сказать, да, конечно, мы из вышестоящей патриотической организации, но мы так не делаем. И, как правило, когда собиратель воспринимается как ревизор, информант пытается говорить штампами и выдавать некоторую норму, и он говорит штампами, и на вопрос, как бы, почему он говорит в такой манере, нам одна школьница сказала, ну, вы же здесь по патриотическому воспитанию, вы же проверяете. и часто информант говорит в режиме отчета. Так, например, учитель ОБЖ из города Зет рассказывал, он участвует в организации бессмертного полка, и после того, как прошел бессмертный полк, он через несколько дней нас встретил и спросил, ну, как вам все понравилось, и, не услышав нашего ответа, начал как бы отчитываться и говорить, что в этом году у нас было столько-то портретов, столько-то участников у нас там, того было больше, и сего у нас было больше. И, на самом деле, любопытность позиции ревизора заключается в том, что информант не только наделяет собирателя властью, но и как бы сам может стать неожиданно властью в своем как бы сообществе. Так, например, тот же учитель ОБЖ, когда принял нас первый раз, он нас провел в кабинет директора, он сел сам на кресло директора и стал говорить нам опять же в режиме отчета о том, как у них проходит бессмертный полк, о том, как у них проходит зорница, и было видно, что на самом деле он тоже получает свою символическую выгоду от этого положения, потому что не каждый человек на самом деле отчитывается московскому ревизору, а отчитывается московскому ревизору некоторое значимое лицо, которое может дать отчет о подведомственной ему ситуации. и возникает ситуация, когда местная администрация, а также местные жители администрации не являющиеся, как бы начинают бороться за право сделать отчет ревизору. И так у нас было, когда мы участвовали в автопробеге по деревням перед Днем Победы от города ИН, и в одной из деревень, соответственно, когда мы там разговаривали с бабушками, спрашивали их там, как тут они на фен 9 мая куда ходят и так далее, мимо нас прошла там местная администрация и сказала, что так вы у меня спросите, я лучше знаю, что тут бабушки они там не знают, даже нашего устройства. Да, и получается так, что наше присутствие вызывает такие неожиданные как бы перехваты власти, когда с нами разговаривают местные жительницы, а там представительница администрации, например, недовольная этой ситуацией и пытается как-то перехватить вот это вот право как бы сделать отчет. Ну и на самом деле бывают такие ситуации, когда под влиянием ревизора который часто объединяется по своей функции с консультантом меняется ритуал. Так, в нашем городе Бессмертный полк проходил таким образом, он очень был похож на советскую первомайскую демонстрацию, он проходил в форме парада трудовых коллективов, причем было жесткое правило, что человек не может переходить из своего трудового коллектива в другой, и у многих местных жителей вызывало это недовольство. И мы как бы узнав об этом недовольстве, услышали много об этом недовольстве и рассказали о нем местной организаторше бессмертного полка и что же случилось в результате. В результате она разрешила своим как бы подопечным переходить из одного трудового коллектива в другой. Ну, итак, что у нас получается? У нас получается, что эффект ревизора вызывает у информантов желание говорить правильно и показывать некоторую нормативную картину происходящего, вызывает борьбу за право отчитываться ревизору и тем самым повысить свой статус и изменение ритуала в правильную с точки зрения информанта сторону. И на самом деле все это совершенно не означает, что мы не узнаем ничего интересного из-за вот этих вот искажений, связанных с тем, как нас воспринимают. На самом деле мы как минимум получим представление о каноне исследуемого явления, поскольку канон это именно то, что все хотят сообщить ревизору, а иногда и корреспонденту. Также ревизор может предположительно этот канон менять и на самом деле даже если мы не узнаем что-то о исследуемом явлении, то мы увидим о том, как устроено представление о власти в данном сообществе. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Пожалуйста, вопросы? Можно вы как-то? Нет. Спасибо большое. Я тоже столкнула с вами на сегодняшний с интервалами. Несколько вопросов как бы критических, которые я для себя не ответила. Если вас принимают за взор и дают вам деньги. Потому что мне один раз дали, и я настолько потерялась, как взяла. Как вообще стоит уступать в такую ситуацию? У нас обычно денег просят. У нас просят. в Дагестане одна организатор Бессмертного полка сказала, что у нас уже наш патриотический конкурс получил премию в Москве. Но если вы еще нам денег дадите, мы так разверняемся так разверняемся. То есть денег нам не предлагали. Да, но проблематичность этой ситуации в том, что ты не можешь объяснить информанту, что ты не являешься ревизором. Вот в чем проблема. Спасибо. Сюда пожалуйста. У меня два вопроса. Во-первых, а сколько времени вы собственно проводили пол? Потому что по моему опыту вот те реакции, о которых вы рассказываете, это реакция. Приезжает непонятный человек вокруг, его вся эта движуха начинается. Когда ты становишься уже частью гейзажа, когда ты проводишь поле довольно много времени, вся эта ситуация довольно серьезно меняется. И второе момент. Вы очень подробно рассказали, как реагировали на вас. Но вот я не услышала рефлексии, а как ваш вход в поле и как бы ваше собственное общение с информантами могло провоцировать ту или иную реакцию. Вот это тоже было бы интересно. спасибо за вопрос. Да, оба наши исследования и в 2017-2018 году длились по неделе. Длительного пребывания в этом поле у нас не было. И я думаю, что действительно вы правы в том смысле, что все бы это поменялось, если бы мы там пожили несколько месяцев. По поводу второго вопроса я, простите, не очень поняла. Мы приходим в поле и начинаем задавать вопрос. И мы можем делать это по-разному. Мы можем про тот же бессмертный полк начать спрашивать, а как у вас тут организован бессмертный полк. А можем прийти и начать спрашивать, расскажите, какая у вас тут жизнь, а вот что у вас тут происходит. И через, я не знаю, полтора часа выйти на проблематику бессмертного полка, но мы уже себя поставили немножко в другой контекст. Нас уже вряд ли будут воспринимать как преподаватели ОБЖ, спросите, а вот вообще расскажите о себе. И подождать, пока он выйдет на бессмертный. Можно, конечно, так попробовать сделать, но дело в том, что вопрос о том, как у вас тут жизнь, он оставляет у информат еще больше вопросов. Вы вообще кто такие? Что вы тут изучаете? Я приезжаю и говорю, я изучаю. В то время как фраза «Мы изучаем бессмертный полк» сразу же мобилизует всю школу, которая занимается организацией этого бессмертного полка, и всем все понятно. Кроме этого, смена тем вполне может вызывать совершенно другую реакцию. То есть мы, например, поскольку работая в деревнях, спрашиваем и традиционный фольклор и так далее, и даже у бабушек, например, когда там спрашивают традиционный фольклор, они себя ведут одним образом, когда переходишь на бессмертный полк, они немножечко меняют, например, регистр и тоже включают, что да-да-да, тут у нас все хорошо. Либо прямо спрашивают какие-то странные фольклористы. Ну да, в биографическом регистре, конечно, информанты говорят совсем не так, как в регистре патриотического воспитания. Ну да, и плюс, естественно, разные, обычные рядовые участники могут говорить одно, а учителя и какие-то организаторы, они уже себя по-другому немножко всем чувствуют, и они нас гораздо больше принимают за ревизору, чем просто же. Большое спасибо. Были еще вопросы? Да, пожалуйста. Именно тоже продолжение предыдущего вопроса. очень даже не вопрос, а комментарий, что ли? Потому что понятно, когда вас ревизором воспринимают учителя и представители власти, собственно, вот эту власть вы получаете от них. Бабушки, вряд ли вас воспринимают ревизором, скорее, чайчик, корреспондент, или другое регистр общения. Потому что вы, например, им не сообщаете, в каком вузе вы работаете. Название даже вашего вуза при президенте все это уже все запускает власть. То есть тут даже просто название вуза, когда вашего произносишь, оно уже вводит вас в этот классный режим, а вы его теперь нам даете как результат. А на самом-то деле это уже была предпосылка. То есть приехав туда, вы уже сообщили о том, кто вы, откуда, как называется ваше учебное заведение, а оно очень сильно подключает вот я про эти вещи. Вы не рефлексируете момент входа в поле и действительно то, что вы нам сейчас даете как результат, возможно было просто в проксе от того, как вы туда зашли. Нет, на самом деле в нескольких ситуациях мы не только не говорили о том, как называется наш вуз, мы даже не говорили откуда мы приехали. Нам сразу говорили, что мы видим, что вы из Москвы, ну а если вы интересуетесь бессмертным полком, то как бы все понятно. Можно уже не говорить там при президенте РФ и вот это вот все. Большое спасибо. Коллеги, еще вопросы? Спасибо большое. А у тебя? Как по-вашему можно избежать этой позиции ревизора, если действительно нет много времени в поле, если буквально приехал в город за неделю, а в Россию поговорил именно там с чиновниками в музеях и в музеях и в музеях и в музеях. Я думаю, чтобы перестали принимать за ревизора, нужно действительно остаться в поле существенно подольше. Если ты в поле недели, то я думаю, ты ничего не сделаешь с этим. Хотя, например, Светлана, с которой с Сашей сложились довольно доверительные отношения, во второй приезд начала разговаривать уже немножко по-другому. Время все-таки действительно вообще не меняет. У нас есть время еще на один вопрос, да, можно задать. А я правильно понимаю, что исследователь может как-то настроить респондентов на то или иное скрепить из себя. Вот есть понимание того, какая роль более подходит для более качественного результата для моей жизни? Мне кажется, тут много зависит от нашей цели, что именно мы хотим получить. То есть понимание того, как это выразить есть? Ну, оно не всегда стопроцентно работает. как бы, да, у нас ситуация, когда сама тема нашего исследования уже запускает вот этот вот механизм как бы неправильной идентификации. Поскольку бессмертный полк воспринимается как нечто, что исходит от государства в рамках патриотического воспитания. Если вы занимаетесь бессмертным полком, то как бы получается, что тема ведет и ситуацию, и исследование. Да, потому что когда вы собираете традиционный фольклор в деревне, там совершенно другие модели идентификации вас. Кто вы такой? Там студент, скупчик старины, вор или еще кто-нибудь. Большое спасибо. Большое спасибо, коллеги. Прежде чем начать, если можно какое-то 30-секундное отступление от программы, себе позволю, просто одно воспоминание, навеянное предыдущим докладом про то, как нас могут воспринимать в поле в одной Северокавказской республике, просто сразу вспомнил, когда слышал доклад в одной Северокавказской республике, мы проводили исследование и должны были взять интервью у одного человека, и наш общий знакомый ему про нас позвонил, предупредил, что мы приедем. Мы приехали. Очень хорошо поговорили. Да, это было не сразу после звонка, где-то через 5-6 дней. Очень хорошо поговорили, а в конце этот человек говорит, слушай, а я когда вас ждал, там связь была плохая, когда мне про вас звонили, он хотел сказать, что вы исследователи, а меня послышало следователи. Я говорю, как вас увидел, я сразу понял, что вы исследователи. А я говорю, ты же нас 5 дней ждал, от него и сволновался, что следователи, вот это я привык. Хорошо. Значит, от московского транспорта через игру в Зорницу переходим к рождаемости на Северном Кавказе, с автором я, к сожалению, не смогла приехать, но когда я увидел, что нас включили в эту секцию, я стал напряженно думать, как наше исследование могло оказывать влияние на поле, но я думал, что все-таки в процессе вряд ли, хотя результаты опосредованно, конечно, повлиять могут на ситуацию, потому что наша задача была путем количественных выборочных исследований понять ситуацию с рождаемостью на Северном Кавказе, оценить ее основные количественные параметры, такие как число детей, среднее у женщин к определенным возрастам, возраст вступление женщины в первый брак, возраст при рождении первого ребенка и самое главное те социальные факторы, которые влияют на эти демографические особенности и на их динамику, на их изменения. Потому что с одной стороны у нас есть представление о том, что на Северном Кавказе особен, не вообще на Северном Кавказе, а главным образом в его восточной части, то есть Дагестане, Тичине, Ингушетии, рождаемость существенно выше, чем по России в целом. Вот недавно буквально на днях по-моему наш президент говорил о том, что в Дагестане рождаемость по-моему в три раза выше, чем в Японии. Вот. С другой стороны мы знаем, есть много сведений из того, что статистика официальная не очень надежна, особенно в этих регионах, ну там не будем углубляться в причины. А с третьей стороны это регионы, которые сейчас переживают существенные социальные изменения, связанные с массовым приездом в города, с распадом определенных таких сложившихся до этого долгое время существовавших механизмов семейной организации и так далее. и как можно ожидать на рождаемость, на брачность это тоже влияет. Вот по всему поэтому нашей задачей было количественными методами вот понять динамику рождаемости и понять влияющие на нее факторы. Значит, и здесь основная проблема, с которой мы сталкивались, конечно, это имеет значение и такое теоретическое, потому что изменение рождаемости в обществе, которое проходит через процесс существенных социальных перемен, это как бы то, что демография активно изучает и там пока много в целом неясного в мировом масштабе относительно этой проблемы. Ну и, с удовольствием, для планирования социальной политики по этим регионам, конечно, оценки там демографических параметров очень важны. Ну, это было наше первое количественное исследование о Северном Кавказе. Мы до этого много, наша группа небольшая, которая занимается Северным Кавказом, вот Ирина Сталодубровская тоже ее представляет, много занимаясь качественными исследованиями, количественных серьезных был первым. И та проблема, которую мы ожидали, и которой, конечно, мы столкнулись, это проблема общая для проведения опросов, по крайней мере, касающихся демографии, не только, в сообществах так называемой традиционного уклада. Что такое традиционное общество, про это есть гора литературы, про это есть много споров, мы в данном случае понимаем это достаточно так узко технологически, в тех аспектах это широкого понятия, которое актуально именно для техники проведения опроса, традиционное общество, общество, в котором есть ярко выраженные жесткие возрастные иерархии, то есть определенная социальная подчиненность молодежи старшему поколению, и тоже достаточно жесткие гендерные иерархии, связанные с зависимой ролью женщины в семье. Это нельзя сказать, что незыблемо на сегодняшнем северо-восточном Кавказе, но, конечно, эти факты там присутствуют существенно сильнее, чем, скажем, в России в целом. И какие это риски создает для проведения опросов? Два основных риска. С одной стороны, это просто, если ты опрашиваешь face to face, основной риск, это, конечно, проблема с достижимостью респондентов. молодежь, женщины, а у нас был вопрос именно женщин репродуктивного возраста, они в целом чувствуют себя ограниченными, в праве отвечать на вопросы, участвовать в интервью, часто могут быть отказы. Или просто ты, не доберешься, даже если опрос проводят местные интервьюеры, большой риск, что они не доберутся до нужных тебе респондентов, или это будет какое-то смещение, опрос будет легче проводить в семьях, где, скажем так, менее традиционный уклад, там, по-моему, другая есть у вас с рождаемостью, с ее характеристикой. Поэтому это один момент. И он, кстати, влияет очень много на что. Вот есть такой интересный момент, тут не только сама проблема вообще поговорить с молодежью, поговорить с женщинами. Есть такой стандартизованный, проводящийся в очень многих странах, демографический опрос, Demography and Health Survey, DHS, наверняка многие излишни. Вот известная очень вещь. Там всегда доля среди респондентов бездетных женщин, не имеющих детей, в сообществах, в странах, где присутствует явно такой традиционный социальный уклад, она явно всегда меньше, существенно меньше, чем по статистике. По этим и странам. То есть, видимо, бездетность считается чем-то социально неодобряемым, и возможно, что просто либо сами женщины бездетные избегают участвовать в вопросах, либо даже сообщества пытаются препятствовать интервью именно этих женщин. И вторая проблема по ее достижимости это проблема так называемых социально желательных ответов. Ну, вряд ли женщина на фактический вопрос, сколько у нее детей, и в каком волосе первого ребенка ответит что-то, какую-то неправду. Да, это все-таки сложно такие вопросы говорить, неправду. А вот, допустим, вопрос о желаемом количестве детей, ну, очень вероятно, что могут исказить, и это реально часто происходит, когда именно в сообществах традиционного уклада среднее число желаемых женщин и детей, оно заметно выше, чем реальная рождаемость. И как это понимать? Либо есть какие-то причины, которые мешают реализовать свои репродуктивные намерения, либо женщины под влиянием неких таких вот социальных норм, установки социальной ценности многодетности говорят не о своих реальных репродуктивных намерениях, а о том, что как социальные предприятия. Эти проблемы возникают при опросе в первую очередь в живую, путем интервью face-to-face, они возникают и в телефоннике, в одном из регионов именно в Ингушетии у нас опрос был не face-to-face, а телефонный, но вот мы слышали много записей этих интервью, по которым понимали, что есть третье лицо часто при интервью. Это влияет. У меня, оказывается, осталось всего две минуты, из которых я, если мне хотя бы добавить еще одну, то это будет очень ценно. Мы давно пытались решить хотя бы отчасти эту проблему путем добавления к исследованию онлайн-опроса. Прекрасно понимая, что онлайн, он имеет свои недостатки, это выборка гораздо менее достучайная, но есть статистические методы, которые позволяют совместно анализировать два опроса онлайн и не онлайн, и байесовская статистика и так далее, и как-то их примерять. Я сейчас хочу самую первую сводку первоначальную опыта параллельного опроса в одном из самых традиционных обществ, а именно в Ингушитии. Опрос женщины 16-44 лет, репутативного возраста, вопросы, касающиеся рождаемости и факторов налюбленных. Параллельный телефонный опрос и онлайн, выборка отвечает примерно на качество одинаковое, по 800 человек там и там, телефонник кватируется по возрасту и некоторым другим параметрам, онлайн здесь не кватируется никак, и мы прежде всего сейчас просто сопоставим, что получалось и будет. Получалось, что? Одна ожидаемая по возрастной структуре, если сопоставляю проценты по текущему учету, по телефоннику и по онлайну, но ожидаемо конечно в онлайне больше молодых. Это совершенно естественно. Второй момент не такой уже естественный, он касается раскладов географического. Если телефонник дал очень ровное распределение по всем географическим зонам, то есть примерно соответствовал процентам процентам отношения реальным распределению населения по городам и по районам, то онлайн дал очень интересную картину, когда у нас заметная такая избыточная конституция была в столичном ареале Ингушетии. Вот я, конечно, такой картограф, но если схематически представить, Ингушетия, она населена в основном вдоль линии. Название Магасун же это вдоль трассы и север бывший нефтеносный Малгабехский район. Причем вот для любого человека, который хотя бы даже визуально за Ингушетией проехал хотя бы раз посмотрел, помимо такую вещь, что граница между городом и селом там более условно чем где бы то ни было. Даже просто визуально по характеру застройки и чего угодно. И с другой стороны мы это видели и в качественных исследованиях не раз в городах уровень контраст по социальной организации между городом и селом минимальных. Та тейповая структура она в общем вполне действует в городах тоже. Тем не менее в онлайне мы увидели очень значительную избыточную констрацию именно вот в непосредственном столице Магас и примыкающем Назраке и примыкающиеся ближайшие сельские поселения. Это не связано что интересно с покрытием интернета. С покрытием интернета. Потому что покрытие интернета телефонник нам это показал вопрос там был про доступ к интернету оно ровное по всей республике и очень высокое. И процент пользующего интернетом хотя бы два-три раза в неделю это более 90%. То есть это связано не с доступом к интернету а скорее с готовностью ответить на онлайн. Почему в этом плане столица и столичный регион при таком низ-малом контрасте между городом и селом вот так выделяется это интересный вопрос. Далее буквально очень тезисно ну то что среди молодых на онлайн ответили больше не замужних ну в общем это наверное понятно тот самый меньший семейный семейный контроль наверное позволяет больше сидеть в интернете среди старшей группы уже не было контрастов таких по семейному положению там было абсолютно равное распределение по 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 образованию ну тоже ожидаемо высшее образование немножко больше присутствует в онлайн опросе среди аудитории онлайна заметно больше работающих в госорганизациях что интересно то есть невозможно что работа в них формирует некую такую большую готовность к саморепрезентации да может быть так или что еще но это все то есть с одной стороны последним это есть с одной стороны да как бы что касается что касается распределения по социальным стратам между значит в онлайне и в телефоннике то те не скажу смещения потому что мы не очень знаем так сказать характеристики исходной совокупности но те асимметрии между онлайном и телефонником они ожидаем в плане более молодого возраста более высоко не образования более высоко не работающих в онлайне но а вот дальше интересно дальше если мы считаем что готовность ответить на онлайн связана с меньшим уровнем традиционности семейного уклада с некой такой большей независимостью может быть то это совершенно не так потому что если посмотреть на распределение ответов на доли тех кому вот среди ответивших на телефонник и в онлайне требу кто не может без одобрения старших родственников сказал что не может без одобрения старших родственников принять то или иное жизненные решения от крупной покупки до смены работы окажется что эти доли почти одинаковы очень маленькая разница если посмотреть на такой чувствительный вопрос для северо-восточного кавказа с его религиозностью как отношение к абортам то оказывается опять-таки что распределение ну очень низкое статистически значимых просто даже не было различно то есть получается что интересная довольно для нас картина это конечно наш первый самопредварительный анализ нам предстоит много здесь еще работать с какими-то серьезными статистическими инструментами но общее пока впечатление такое что да в традиционном обществе если ты проводишь анален-опрос он конечно смещает меняет выборку смещает немножко может неаккуратно меняет выборку в плане распределения по социальным стратам но при этом что касается непосредственно характеристик традиционного семейного уклада то есть действия гендерных и иерархий собственно говоря аудитория он может оказаться примерно такой же как аудитория значит стандартных опросов телефонных или face to face что с этим делать как это осмыслять ну надеюсь что в следующем буду предупреждать спасибо большое спасибо коллеги у нас есть вопрос пожалуйста вопрос а можно я спрошу пожалуйста кто у вас был первым интерьером и соответственно при опасном женщине значит в телефоннике это был это был это были колл-центры это конечно были женщины это были не из региона но телефонник у нас впервые вот мы к нему прибегли в Ингушетии до этого в Дагестане были опросы face to face тут были разные варианты мы рассматривали и завезенных интервьюеров конечно женщин и местных в результате все-таки взвесив разные за и против мы остановились на тренинге и включению в работы местных интервьюеров женщин разумеется вот это имело свои плюсы и минусы оказалось что не все из них не все из них оказались способны в итоге пользоваться планшетами например да это выяснилось как-то уже слишком поздно но тем не менее тем не менее мы шли по такому пути а в Ингушетии мы тоже планировали параллельно с онлайном провести именно фейс-топ опрос но вмешались обстоятельства непреодолимой силы наверное многие слышали что осенью с осени прошлого по весну этого года в Ингушетии было очень серьезное гражданское противостояние связанное поводом для которого стало изменение границ Чечни и Ингушетии и ФОП вот те местные коллеги которые нам планировали оказывать помощь в проведении опроса они оказались каждый по-разному но затронуты этими событиями вот и в результате им всем нужный момент оказался совершенно объективным не до нас вот и поэтому в качестве не онлайн вопроса мы в Ингушетии нужно нужно вернуть к телефону от и опрос это был опрос на платформе или это был опрос на вот этих серписах где параллельно с вами были опросы это была конечно направленная реклама через фейсбук на страницу то есть это те кто проходил опрос они не были постоянными информантами вот этих опрос на компания нет конечно ну потому что мы просто вот сейчас на моей работе мы делали опрос как раз с помощью плат-сервисов нет нет и там интересно получилось я не знаю это интересно какого подмножество вот этих постоянных респондентов которые вы говорите на Кавказе и есть ли оно не сталкивался но здесь просто это шло через таргетированную рекламу страницы опроса и инстаграм дело в том что инстаграм самая используемая соцсеть по крайней мере в Ингушетии вплоть до того что даже огромный весь малый бизнес там сейчас рекламируется через инстаграм вот поэтому наверное это и мы конечно как всегда в этих случаях мы не знаем механизмы по которым они таргетировали а просто нужно нам аудиторию это к сожалению всегда черный ящик когда ты работаешь с такими сетями но по крайней мере среди среди ответивших да среди анкет полностью заполненного до конца отсеянные по причине того что информант оказался не из того региона было менее 20% Мы потом просто должны будем совместно анализировать результаты двух опросов определенными статистическими методами, конечно, не сливая выборки от этой политики. Ну а здесь и есть механизмы таргетирования у Фейсбука, которые в какой-то степени контролируют это. Там не было, например, что она могла указать свой миг или проверить? Ну там тоже самое. Это проверяет непосредственно движок рекламной кампании. Ситуации, как это иногда делается, не через социальную сеть, а дополнительного контакта для проверки, но здесь это было бы, к сожалению, затруднено. Это как бы тот личный контакт для того, что мы обеспечиваем при оффлайновом опросе. Ну и здесь тема с привлечением, что нам очень активно рекомендовали привлекать в онлайн, привлекать респондентов через небольшое вознаграждение за полное заполнение анкеты. Но вот это на Кавказе имело свои риски, даже если не буду отслушивать какие, но очень серьезные, поэтому мы от этого отказались. Хотя в других регионах, конечно, мы знаем что-то разумеется. Большое спасибо. 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 Коллеги, я скорее разовью один из побочных сюжетов в качестве заключения, чем обобщу. Но тем не менее, сегодня в докладах мы с вами слышали две основные проблемы, две основные темы. Первая тема была посвящена тому, как, собственно, нам преодолевать нормативность, как нам справляться с тем, что когда мы что-то начинаем спрашивать у респондентов, мы как внешний раздражитель получаем нормативную картинку, то, как они считают это должно быть в идеале. И второй, на самом деле, немедленно важный сюжет, который тоже звучал на полях, то, что когда мы ее преодолеваем, вот здесь мы должны быть очень аккуратны, чтобы не наломать дров, поскольку мы действительно выяснили что-то чувствительное чаще всего. И здесь как раз вот тоже хотелось бы рассказать кейс. Он выглядит, как вам сказать, произошедшим, конечно, скорее по наивности и неготовности, чтобы нести ответственность самими интервьюерами. В середине 2000-х годов одни мои коллеги проводили исследования в Сибири. И в одном из районов они столкнулись с тем, что есть психоневрологические, соответственно, учреждения, содержание интерната для психоневрологических больниц. И, как вы знаете, часто, ну то есть там, естественно, закупаются специализированные препараты для больных. И, как вы знаете, может быть, кто-то не знает, часто, конечно, они формируют синевой рынок лекарственных средств, поскольку больные эти лекарства не получают, все уходит непосредственно покупателям этих наркотических средств и так далее, и так далее. И дело в том, что вот когда мои одни коллеги преодолели эту нормативность и, соответственно, выяснили эту историю, они случайно где-то, соответственно, у следующих респондентов, не просто не задумавшись, об этом проговорились. А на следующей неделе этот интернат сгорел вместе, соответственно, с всей документацией и всеми пациентами. И мы всегда очень старательно и в деталях рассказываем эту историю своим студентам перед тем, как их ввести куда-то в поля, чтобы они задумывались, что любое неправильное движение, любой, соответственно, шаг в сторону. И вот это, о чем вчера говорилось, очень важно, да, не передавать горизонтальную информацию, максимально стараться ее не передавать, поскольку это может очень серьезно повлиять на поле. Это, соответственно, первая история. Вторая история, то, что иногда вы даже, даже если вы не рассказываете что-то конкретное, вы можете, соответственно, повлиять на поле. Я помню, как после 2016 года, примерно в течение полутора лет, все кидались огнилыми помидорами в фонд «Хамовники». Зачем вы рассказали о гаражной экономике? Теперь правительство и государство, значит, вытягивает несчастных самозанятых из тени, вытягивает гаражников из тени. Как вы могли подставить своих респондентов, поскольку вот считали, что эта программа вытягивания самозанятых была связана именно с нашими усилиями, хотя там есть своя побочная история, то, что, да, у государства кончились неприятные деньги, а теперь в экономике оно и без нас знало, просто вот переориентировалось примерно в тот момент. И поэтому, то есть это такое, наверное, сведение достаточно банальных, и там максимальная редукция всего сказанного, но как бы у нас с вами получаются проблемы на всех этапах, да, с одной стороны, как втереться в доверие, а с другой стороны, как это доверие потом не обмануть. Я надеюсь, коллеги, что сессия была продуктивно и интересна. Всем спасибо, мы с вами были чрезвычайно пунктуальны, и у нас остается даже на 10 минут больше на кофе. Спасибо.